Сегодняшний наш гость политехновка Андрей Патрилицин. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Добрый день. Давайте начнем свежие новости. Определюсь, все-таки у нас глава МВД по Башкирии. Это Александр Притко, ранее возглавлявший у МВД России по Архангельской области, но сам он уроженец Челябинской области, почти что он наш местный. Считается, что таким образом у нас закончилась ротация севового блока в регионе. Ну, то есть у нас почти всех уже сменили. Покор, Следственный комитет, все сменилось. Как вы считаете, что-то-то начнется в регионе? Какие-то процессы, может быть, и дела со сменой последнего всего века? Ну, ничто мне об этом не дает повода предполагать, на самом деле, потому что, как известно, нет у ротации начала, нет у ротации конца. Она у нас как такая перманентная революция. Это просто периодически меняются руководители. Да, иногда по поводу какому-то, иногда просто по порядку. В прокуратуре, как известно, у нас там все было неладно и поменяли, потому что совсем уже стало это необходимо. Господин Деев покинул нас в связи с какими-то достаточно кривыми обстоятельствами службы его сотрудников. И у самого у него там не все было в порядке. Ничего не жду от нового министра МВД в том плане, что он не хуже и не лучше предыдущих. Настолько устоявшаяся сейчас сложилась ситуация в МВД, что нет оснований полагать, что сейчас он придет и что-то начнет делать. Такое, чего не делал его предшественник или того, что следовало бы делать в первую очередь, но не делалось по какой-то причине. Так что я не вижу никаких оптимистических прогнозов или пессимистических прогнозов, ничего. При этом мы даже вот видим, что у нас же два года длится дело Беляева-Кучербаева. Сейчас в суде допрашивается Господин Беляев. 15 марта возобновится процесс своего допроса. Два года уже почти дело, и в основном не там, никаких новых подробностей. И все вроде к тому, что дело разваливается. Но при этом сегодня, кстати, в утреннем обзоре прессы мы читали новости соседних регионов, где там у нас в Перми начальник Укса получил 4,5 года за взятку в 1,2 миллиона. Там, допустим, хотя прокуратура требовала 11. В Челябинске замминистра строительства получил 11 лет за то, что взял взятку в 4,5 миллиона за какую-то вшивую котельную. То есть, как бы в соседних регионах все едет, наоборот, все нормально с этим. Почему у нас так все стопорится? Ну, во-первых, действительно, я предполагаю, что есть очень серьезное противодействие со стороны административной власти в республике, потому что для них это огромная черная отметка осуждения, реальный срок для настолько высокопоставленных людей. Это во-первых. Во-вторых, что усиливает первый тезис, это то, что и Кучербаев, и Беляев это были ставники лично Хабирова, значит, и Хабиров, например, Кучербаева ставил вопреки рекомендациям силовиков, то есть, это был некий конфликт, и сейчас они будут кровь из носу добиваться, ну, либо оправдания, либо какого-то формального приговора, который не будет за собой нести там реального лишения свободы. Ну, я бы, Дмитрий, не разделял ваши концепции о том, что за вшивую котельную там в 4,5 миллиона, я понимаю, что каждый живет своими масштабами, но тут ведь есть категория особо крупный размер, и он там исчисляется от какой-то суммы, и дальше уже, в общем-то, не увеличивается. То есть, то, что Кучербаеву, Беляеву, ну, вместе им вменяется вот этот вот эпизод с очистными сооружениями Кумертау, а еще отдельно Кучербаеву вменяется там чуть ли не 50 эпизодов по иным объектам и иным обвинениям, то есть, это, ну, уже не имеет значения, да, то есть, где 4 миллиона, там и 400, и 40, и так далее. То есть, то же самое, как, скажем, там с тем же Баспиртом, где там 400 миллионов, пока еще цифра, ну, уже она наверняка увеличилась. Так что, да, здесь единственная причина – это яростное сопротивление административной власти, это первое. Ну, и второе, наверное, надо какие-то вопросы задавать квалификации следователей в том плане, что, когда дело длится второй год, ну, то есть, и там вот эти меры пресечения, и судебное разбирательство, и предъявление обвинений, и прочее, прочее, это все так долго, это признак либо очень большой сложности дела уголовного, либо низкой компетентности расследовавших это дело. Ну, напомню, что даже Нюрненбергский процесс длился примерно настолько же, сколько длится процесс над Беляевым-Кучербаевым сейчас, ну, то есть, имеется в виду суд. Соответственно, ну, возможно, что следователи не до конца понимают, каким образом нужно предъявлять обвинения, либо формировать доказательную базу. Здесь я не могу однозначно утверждать, в чем причина, но причины, в общем-то, немного для такого. Между тем, на этой неделе УФАС выкатил очередные претензии к подмосковной компании Клиурайт Рос, этот поставщик новогодних елок. На этот раз УФАС интересует обстоятельство заключения контракта на новогоднюю иллюминацию, если вы помните, там такие вот разноцветные эти были, уже на сумму 23,8 миллиона рублей. Но, насколько мы знаем, последним данным Клиурайт Рос вроде как подала на банкротство. Мы успеем взыскать там 100 с лишним миллионов за йог и за иллюминацию, или все уже? Нет. Правос ушел. Давайте начнем с конца. Денег обратно мы точно не получим. Это, ну, вернее, мы это бюджет, да? В том смысле, что они давно попилены, разделены и потрачены. То есть, эти деньги были, ну, вот этот схематоз, он ведь периода самого начального такого, раннего Радио Фаритовича, когда в абсолютной эйфории... Росногорской или вернувшиеся в Башкирию, они здесь были в совершенном безумии, значит, они творили, что хотели. Они там тратили из любого кармана деньги, какой только был приоткрыт, да? То есть, которые были не приоткрыты карманы, они их открывали и вскрывали. То есть, ну, это было абсолютное безумие. То есть, ну, вот в Минфине, например, об этом отзываются таким образом. Да и во многих ведомствах, то есть, те, кто вот тогда еще оставался от предыдущей власти и увидел, как себя ведет вот эта вот братва Хабирова, сейчас они, безусловно, приутихли. Для них там явилось примером многие проблемы того же Беляева-Кутербаева, там много всяких историй. Но тогда был, конечно, такой кураж. И, конечно же, эти деньги давно потрачены. То есть, часть из них там ушла в Красногорск, часть она там откатилась обратно, да? То есть, там часть осела в салоне Ягуар в виде покупок, там, значит, автомобилей любовницами и прочим вещам. То есть, это была вот просто начальная стадия. То есть, здесь мы ставим точку, никаких денег не вернут. Важнее другое, понесет ли кто-то ответственность из числа должностных лиц. Тот же самый Роман Ребров, который у нас, значит, ну, здесь так или иначе это центральная фигура, это глава хозяйственного управления администрации Хабирова, почему-то он до сих пор на свободе. То есть, вот при таком количестве обвинений предъявляемых, то есть, почему ФАС не передает в следственные органы документы именно уже для возбуждения уголовных дел. То есть, все крутится вокруг, верните деньги, неправильный контракт, тра-та-та-та-та-та. То есть, было уже, ну, как мне известно, ФАС утверждал с достаточной степенью уверенности, что, скажем, те же ёлки были закуплены по завышенной цене. Ну, то есть, не пора ли бы уже выявить обстоятельства завышения этой цены. Ну, то есть, определение ФАС недостаточно для вынесения решения судом. Нужно, чтобы было уголовное дело, следствие и дальше доказательное дело. Ну, пока я не вижу признаков того, чтобы было возбуждение уголовного дела в отношении хозяйственников Хабирова. То есть, хозяйственники я беру в кавычки, потому что это, вот это вот, вообще, первый-то главный вопрос, при чем здесь там ёлки, новогодние украшения и, ну, хозяйственное управление главы администрации, главы региона, да? Ну, то есть, совсем уж непонятно, почему они ёлки-то вообще покупали? Там администрация города покупает, администрация района, кто угодно их покупает, но только не хазу главы региона. Ну, это всё-таки вопросы риторические, да? То есть, вопрос, наверное, к ФАСу или вопрос ещё к кому-то. В конце концов, следствие, например, там, правоохранители могут и сами возбудить это уголовное дело, даже без представления ФАС, имея информацию, например, там, из СМИ, либо запросив ФАС, то есть, была бы инициатива, да? Но, тем не менее, всё пока топчется на теме, что ай-яй-яй, как нехорошо, и вот этот вот Клерлайт РУС становится крайним, сейчас он обанкротится, исчезнет, там, затеряется в глубине Красногорских РУД и всё. Ну, то есть, ну, важнее здесь вопрос ответственности. То есть, деньги точно не получим назад. А вот кого-то наказать, возможно, следовало бы. А между тем, вы только что затронули дело Башспирта, уже почти месяц, там, какие-то странные идут процессы, то какие-то выемки, то какие-то обыски. Что сейчас, на каком, на какой стадии всё это дело сейчас находится, по вашим данным? Ну, не месяц, а больше, безусловно. То есть, процесс пошёл ещё в конце 22-го года, и в декабре уже были, значит, там, выемки документов, а вот совсем недавно были тут уже и полноценные обыски. Ну, на стадии расследования, как я, что ещё тут можно сказать, да, то есть, идёт пока расследование, выяснение обстоятельств, и, ну, я примерно себе представляю, каков объём работы следователей, если они работают добросовестно, да, то есть, этот объём, ну, гигантский, да, потому что, там, сотни торговых точек, огромное количество перекрёстных бухгалтерий и прочих вещей, да, то есть, тут надо внимательно за этим всем смотреть и перелопатить такой объём бухгалтерской документации, а, собственно, речь идёт о том, что экс-менеджмент Башспирта подозревается в совершении экономических преступлений, такие преступления расследуются, ну, наиболее трудно. Тут нужна, конечно, квалификация, большой штат людей в этой следственной группе, это должна быть даже не группа, наверное, а бригада, потому что одно из крупнейших предприятий, суммы совершенно астрономические, соответственно, тут внимание, наверное, следствие должно быть максимальным. Ну, этап сейчас, конечно, расследование, то есть, я не слышал, пока нет у меня информации о том, чтобы кто-то был задержан или хотя бы пытались их задержать, хотя на самом деле, то есть, ну, следуя логике такой, может быть, обывательской, но следовало бы, наверное, сейчас пресечь свободу некоторых фигурантов, потому что они, безусловно, в состоянии влиять на некоторые процессы следствия и на некоторых, там, скажем, субъектов этого следствия, я имею в виду и свидетелей, и, возможно, потерпевших, да, там, в лице, например, Минфина или Министерства земельных и имущественных отношений, то есть, тут уже, ну, это как бы не моё дело давать совет этой следствию, там, задерживать Ногуманова, не задерживать Ногуманова, ну, будь я на месте следователя, я бы, наверное, так и поступил. В своих стримах вы часто упоминали фамилии такие, как Стрижнев, Евгений Минибаева, кстати, не знаю, за что вы её так жёстко кидите, а также Рослав Мазагов, по-моему, там, также был причастен и иностранный агент, ныне признанный и так далее. Но вы забыли ещё своего учредителя, господина Сидякина. А, да-да-да, господина Сидякина, точно. А их роль какая там была? Что они сделали? Нет, ну, во-первых, Евгению Минибаеву я особенно не выделяю, так сказать, в числе этих менеджеров, и действительно она там самую низшую позицию занимала вот в перечисленном списке, ну, единственное, что она была заместителем генерального директора по должности, и она курировала вопросы там вот этого ребрендинга, рекламы, вот этих всех вещей, это всё было её сфера деятельности. А именно в этой, ну, и в том числе в этой сфере есть некоторые предположения следствия о злоупотреблениях, да, то есть вот эти вот, значит, ребрендинг самого торгового дома Башспирт, потом вот эти всевозможные акции, всё вот эти вот очень дорогостоящие особняки, в которых всё это происходило, то есть, ну, это всё было где-то рядом с Минибаевой, ну, как говорится, следствие покажет, насколько она лично там участвовала. Но её должность, её статус в организации как бы обязывал к тому, чтобы быть в курсе этого всего. То, что касается Мурзагулова, ну, насколько я знаю, он не был должностным лицом Башспирта, но где-то там рядом всё время приплясывал, там и девушка его всё время плясала на стеклянной бутылке с водкой. То есть, ну, он был причастен к организации некоторых процессов. Я не знаю, я свечку не держал, делили ли они там деньги по ночам с Сидякиным или не очень, но, тем не менее, вот как-то вот было, да. Значит, то, что касается Стрижнева, Нагуманова, тут всё более конкретно. Ну, Нагуманов вообще, ну, как, генеральный директор, да, то есть, человек, в конечном итоге, стоящий на вершине этой пирамиды. Если брать за скобки этот совет директоров, с которым тоже нужно разбираться, и там нужно смотреть, насколько он был посвящён и насколько принимал участие, имею виду совет директоров, принятие существенных решений. Нагуманов в любом случае ответственное лицо, как генеральный директор, подписывающий все документы. Игорь Стрижнев значительно более любопытная, на самом деле, фигура с точки зрения его позиции. Он был всего лишь советник. Мужчина очень опытный в плане того, чтобы не прикасаться руками к реальной ответственности, административной, там, должностной и так далее. То есть, советник, в принципе, ну, это почти никто. Если вот формально к этому подходить, то есть, у него нет полномочий принимать решения, у него нет полномочий подписывать документы, тем более финансовые и так далее. То есть, Игорь Стрижнев выйдет, вероятнее всего, выйдет из этой ситуации безболезненно, потому что, ну, вот ему будет очень сложно предъявить что-то, если не появятся какие-то, ну, иные доказательства, например, там, свидетельские показания, например, какие-то ещё вещи, да, то есть, что достаточно сложно формировать вот в таких делах, то есть, если кто-то будет уверенно заявлять там о том, что вот он причастен так-то и так-то к каким-то злоупотреблениям, ну, может быть. А так, конечно, ему будет сложно предъявить объявление. А вот Нугуманов, пожалуй, что попавший, потому что, ну, у меня складывается впечатление, что именно на него будут валить всю вину, если она вообще будет выявлена следствием, и это будет удобно. Единственное, что делать дальше с ним, да, Ров Самигулыч, заслуженный у нас тут чиновник и заслуженный элитарий республики Башкортостан, бывший мэр, бывший вице-премьер и прочее-прочее, значит, ну, как бы тень на плетень получается основательно. И вообще своих не сдаём. Да, своих не сдаём и так далее. Но есть хороший вариант, чтобы он вообще куда-нибудь делся. Ну, вот, по неподтверждённым данным, Ров Самигулыч на данный момент пределы Российской Федерации предусмотрительно покинул. То есть, ищут пожарные, ищут милиция, пока найти не могут. А в дальнем или близнем зарубежье? Нет у меня такой информации, но предполагая об имущественном статусе Рова Самигуловича и понимая его богатый жизненный опыт и трудовой путь, я могу, ну, предположить смело, что он может вполне себе распоряжаться, если не обладать некой недвижимостью и имуществом в любой точке планеты. Ну, то есть, такой путь и такие финансовые возможности, которые ему представлялись долгие годы, вполне себе это допускают. То есть, вот так вот завуалированно выскажемся, да? То есть, он может находиться, на самом деле, где угодно. То есть, вопрос только в том, с каким тщанием и прилежанием его будут искать и выколупывать там из какого-нибудь, например, Парагвая или, например, Аргентины, как это можно было в определенных кругах в середине XX века. То есть, как бы, ну, вот так. То есть, сделать его крайним было бы, на самом деле, оптимальным решением. То есть, крайним, но не доказанным, например. То есть, в отсутствии Нагуманова окончательно его вина там будет доказана с трудом, например. То есть, пофантазируем. Ну, то есть, нет показаний, нет признательных заявлений и прочих вещей. То есть, ну, может тянуться годами такое дело. То есть, вот его нет и все. А остальные будут максимально тщательно отбегать от этой ответственности, все валить на него. То есть, там Сидякин скажет, что Совет директоров ничего там не подписывал, нигде не участвовал. Что, кстати, вполне себе допускаю. Ну, то есть, если... Там ведь такая интересная структура, что если генеральный генеральный директор не выносил на обсуждение Совета директоров какие-то существенные решения, то как бы Совет директоров и ни при чем. То есть, мы не знаем, был ли в курсе и подписывал ли решение Совета директоров, например, там о аренде вот этого дома Бушмаринок, да, там или аренде этого прислодового склада там почти за полмиллиарда рублей там и прочее, прочее. То есть, или, например, там о том, чтобы там арендовать вот эту марку Белая Крапива там или там, я не помню, какая-то еще крапива, то есть вот там за столько-то, столько-то денег, да, то есть, ну, тоже один из пунктов обвинения, это, вернее, подозрение, это вот как раз вот переплаты за вот эти роялти, да. Так что вот, ну, тут следствие, как говорится, покажет, то есть у нас мало информации, фактическая информация вот по этим вот пунктам, то есть кто на сколько здесь участвовал. Но господин Нагуманов, безусловно, фигура номер один здесь, ну, для вопросов и для следствия. А вот вы упоминаете сейчас аренду торговых марк, которым вы ставите, так сказать, в упрек, да? Я на свое время как-то спрашивал у меня, зачем это все, ну, по сути, для нас это ноунеймы для республики. Мне ответили так, что с этими торговыми марками легче заходить на рынки других регионов. То есть они там якобы известные и раскручены, и якобы туда вот на полке можно с этими торговыми марками зайти. Ну, Дмитрий, это такое наивное объяснение вообще, то есть для совсем уж легковерных. Ну, то есть с неизвестной маркой легче заходить на какой-то рынок, ну, простите. Нет, но там она может быть известна. Может быть, здесь ключевое слово «может быть». Ну, мы же понимаем, что та же самая вот эта крапива там или там, я не знаю, репей или что они там, значит, продавали, он неизвестен нигде, потому что они впервые, то есть это совсем недавно было на коленке слеплено за 20 тысяч рублей, и потом, значит, за это заплатили там, я не помню, там какая-то совершенно астрономическая сумма, там 200 с чем-то, что ли, миллиона, значит, за право пользования вот этим растением на картинке. Я не поленился, сходил в магазин, посмотрел, полюбовался на эту этикетку, это действительно шедевр, как бы это грандиозно. Они дегустировали? Нет, я опасаюсь, ну, как сказать, в таком бытовом плане я опасаюсь этой продукции, ну, понимая, что масштаб обвинений, да, вот этих вот предъявленных организаций, ну, наверное, логично было бы сейчас как-то вот, ну, пересмотреть свои представления о том, что там могло происходить, да, то есть в том числе и внутри каждой бутылки, так что я пока вот лично я опасаюсь этой продукции. Вот, но действительно, то есть это все шито белыми нитками, и, между прочим, история с роялти – это не изобретение там команды Нагуманова, это происходило и при прочих, прежних, предыдущих администрациях вообще. Вот изобилие, как вы сказали, ноунейм марок алкоголя на витрине вызывает закономерный вопрос, ну, а почему так много, да, там такая крапива, такая крапива, там три богатыря, два богатыря, один богатырь, значит, вообще без богатырей, значит, там всякие вот вариации, они, ну, уже действительно, наверное, кто-то придумывает, уже мучается, да, то есть как бы вариантов осталось немного. Зачем столько много марок, которые действительно не до конца раскручены или совсем не раскручены, да, там колосок, лесок, поясок, там девочка-мальчик, мальчик-девочка, ну, то есть вот эти комбинации, они уже произвольны. Напрашивается ответ, что да, именно речь в том, что за каждую этикеточку, значит, куда-то какие-то копеечки капают, да, то есть вот проследить путь этих копеечек и задать вопрос, а не проще ли было создать собственный, там, я не знаю, институт дизайна и прочего, да, то есть на базе башспирта и то бы дешевле вышло, ну, вот эти вопросы все есть. Между тем, почти параллельно прошла новость, мы не знаем, как бы достоверно или недостоверно, я, по крайней мере, не смог это выяснить, якобы о каких-то обысках, не обысках, что ли, о предпринимателях Артура Хазигалиева, а вообще он-то каким боком? Нет, Артур Хазигалиев, насколько мне известно, на некоторое время довольно непродолжительно возглавлял торговый дом башспирт, вот именно в бытность господина Нагуманова. То есть, и тогда это, кстати говоря, ну, вот вызвало такой странный вопрос, типа, ну, а как, почему? При чем здесь? То есть, вроде как, там, лифты, там, то-се, и вдруг, значит, это. Но, и очень быстро он с этой должности, значит, съехал. Ну, объяснения были так же туманны, как и те объяснения про вот эти ноуные марки, что, дескать, он уже опытный бизнесмен, там, он сейчас все поднимет и так далее с колен. Хотя при этом сам башспирт, в общем-то, не особенно настаивал на том, что там в торговом доме какие-то проблемы, что там как-то все плохо, что там, там, не знаю, там, долги или еще что-то, да. И вот загадочным образом он появился и сейчас в этом. Ну, видимо, именно ровно на тот период времени, который потребовался для вот этих вот операций, которые сейчас вызывают вопрос у силовиков. Так у него там было что-то или это? Значит, было что-то. Обыск, не обыски? Нет, это я не знаю, достоверно неизвестно. Да, я знаю, что о том, что именно у экс-менеджмента по месту прописок проживания, значит, граждан, когда-то недавним, прошлым руководивших башспиртом, проводились обыски. К сожалению, в этот раз пресс-релиза Следственного комитета не было, и он не был таким подробным, как вот предыдущую итерацию. Действительно, хотелось бы понять, кого конкретно, значит, обыскивают и прочее, прочее. То есть, ну, возможно, узнаем последствия. А почему интересно следствие так выборочно? Вот интересуют водочные роуты, а не интересуют Хамитовский Мерседес? Там-то тоже много интересного. Не, ну, Хамитовский Мерседес многих интересовал, и там, кстати говоря, совершенно уже все выяснилось и понятно. То есть, до Юра этот Мерседес принадлежал башспирту. То есть, просто на нем ездил Хамитов. Тогда было все попроще. И вообще, то есть, тут сложно какие-то претензии предъявлять. Ну, может быть, там, не знаю, там, злоупотребление должностными полномочиями или еще что-то там, или там. Ну, просто они им, ну, добрые люди, дали покататься. То есть, там не было никакого переоформления, как вот с Хабировским крузаком. Не было никакой передачи в управление там. Просто машина принадлежала башспирту, а ездил на ней там какой-то мужик за рулем, а сзади, на заднем сиденье ездил какой-то глава республики. Ну, так получилось как бы. То есть, они не стали там вот утопать в этих вот формальных вопросах, что сделали бестолковые подчиненные Хабирова. Ну, вопросы, может быть, и были у следствия, но там как бы такого криминала с точки зрения, ну, формального не существовало. То есть, собственность не была отторгнута, деньги были потрачены, видимо, ну, согласно распоряжению руководства тогда был, значит, другой руководитель башспирта. И то есть, ну, не знаю. Понятно. Ну, как говорится, будем следить. Что ж. Ну, да. Вас спрашивают наш пользователь Стившоу. Каковы расклады на выборы в республике на 2024 год? Возможно ли приход варяга не башкира или, возможно, местного не башкира? Я знаю, что вы давали прогноз, что якобы Хабиров может уйти уже этим летом для того, чтобы дать преемнику раскрутиться за год до выборов. Вы еще на своих позициях? Ну, безусловно, нет, конечно. Позиции меняются стремительно. Не потому что там как бы я изменяю своим представлением или убеждением. Просто обстоятельства у нас окружающих меняются с такой силой и с такой скоростью, что тут, ну, хочешь не хочешь пересмотришь некоторые вещи. Действительно, внешние факторы изменились, и сейчас как бы Хабиров точно не должен уходить до выборов в госсобрание, то есть, а это осень, сентябрь 2023 года. Будет ли он уходить по собственному желанию, уступая место исполняющему обязанности, чтобы он потом переизбрался осенью 2024 года, вот как у нас было принято до этого по сценарию, тоже я сейчас не берусь утверждать, потому что, ну, во-первых, это достаточно непредсказуемое и хаотичное решение, принимаемое в Кремле. Во-вторых, ценность губернаторов резко возросла в связи со специальной военной операцией, потому что они являются опорой Кремля в регионах, через них проходят все вот эти вот процессы, и они отвечают за все вот эти организационные моменты, да, то есть, в отношении и мобилизации, и, значит, формирования этих добровольческих батальонов, и взаимодействия с родственниками призванных, мобилизованных, погибших, там, прочее, прочее, прочее. То есть, их задачи резко поменялись, то есть, и ценность в глазах Кремля ныне сидящего губернатора резко возросла не потому что они там вдруг оказались толковыми или какими-то способными, нет, просто потому что в этой ситуации замена губернатора – это больше стресс, чем, например, там, ну, условно говоря, в 21-м году. И вообще кони на переправе не меняем. Ну, я не стал бы их там отождествлять именно с этим животным, то есть, там есть и более яркие сравнения, но да, в том смысле, что они технологически стали ценны для Кремля. То есть, я понимаю, что чем дальше, тем больше администрация президента России, жители региона, там, все кто угодно убеждаются, ну, в такой совершенно патологической непригодности Тихобирова на посту губернатора, главы региона, но при этом, ну, как бы это абсурдно не звучало, он очень сильно нужен Кремлю. То есть, вот сейчас его замена, она же не может по щелчку пальцев произойти, замена главы региона повлечет за собой некие процессы внутри региональных элит. То есть, там, уберут этого, того, 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 нужно снова все выстраивать, и в процессе вот этой настройки, а так как система работает очень криво и очень уязвимо, вот в процессе настройки могут произойти существенные сбои. А существенные сбои сейчас, ну, как бы видятся Кремлю, как бы чреватыми какими-то волнениями, проблемами, протестами и так далее. Понятно, что Кремлю допустить этого никак нельзя. И потому, ну, напрашивается логический вывод – пусть сидит. То есть, какой-никакой, а свой, проверенный, напуганный, папки лежат, все собрано, значит, его не нужно ни в чем убеждать, он не проявит никакой лишней инициативы, то есть, ну, мы видим, насколько сейчас управляем стал Хабиров, вот буквально он радиоуправляемый, то есть, ну, он безумное количество времени проводит в Москве, постоянно консультируется, по каждому поводу задает вопросы, как ему быть, как ему жить там и так далее, в какую сторону дышать и прочее. То есть, в последнее время это стало совершенно очевидно. Ну, то есть, завершая свою длинную путанную речь, я все-таки сформулирую, что, наверное, не стоит ждать отставки Хабирова раньше, поздней осени 23-го года, а, возможно, и Нового года, если она вообще произойдет. Решение не принималось и не принято. — Касается ли все то же самое депутатов Куртая? В этом году мы избираем новый созыв, так же ли заменит их, не заменит, останутся ли они как бы на местах. Это я вас отцелаю к новости о том, что Радио Хабирова подписала в понедельник закон, принятый Куртаем, по сути, освобождающий депутатов от подачи декларации имущественных. Это касается депутатов, которые не получают зарплату в своих парламентах. Это и муниципальный, и региональный уровень, а также депутаты Госдумы, и сенаторы. Вот у нас, допустим, Хмадинуров был давечем, он говорил, так ведь если они не получают у нас зарплату, то зачем им отчитываться? Ну, вроде логично. — Логично? — Да. — То есть, а если они у нас не получают зарплату, зачем они нам будут отчитываться? Пускай делают, что хотят, да? — Ой, ну, Хмадинуров — это гений современной мысли, безусловно. То есть, я думаю, что не нашего ума с вами дело анализировать вот этого титана мысли и так далее. Но то, что их освободили от декларации, это такая мелкая подачка на самом деле. Ну, мелкий профит, то есть, ну, вот они, это я имею в виду не нынешние депутаты госсобрания, а вообще депутатов там же и Госдумы, и все, ну, практически всех освободили. Это просто им такое послабление, что, ребят, ну, такой намек. Если даже что-то вы там где-то немножко там как-то, да, ничего страшного. Ну, то есть, по сути, это некая вольница, индульгенция, да, то есть, потому что через декларации депутатов возникало много вопросов, иногда даже такого криминального характера. Там имущество жен какие-то, совершенно космические доходы, еще что-то там, или какое-нибудь совершенно несуразное имущество в виде там пару-тройки майбахов там и прочих вещей. Сейчас этих вопросов будет меньше, доказать там наличие этой собственности будет существенно сложнее, ну, и как бы вот им такое послабление вышло. То есть, это ведь их никогда не пугало, это их только раздражало. Ну, то есть, что там в адрес какого-нибудь депутата Госдумы вдруг возникали вопросы, откуда ты взял там майбах, остров там и 294 квартиры, да? Ну, то есть, он так отмахивался, говорил, ну, вот нажито непосильным трудом там. Ну, то есть, сказать, что это какое-то огромное для них облегчение и прочее, конечно, нельзя. Ну, очень приятные обстоятельства. Бонус. Бонус, да. Теперь к вопросу о том, насколько изменится или не изменится состав депутатов Госсобрания в грядущей операции. Я вообще не вижу повода предполагать, что у нас эти выборы хоть сколько-нибудь интересными или продуктивными будут. Уберут пару-тройку поистратившихся депутатов, да? То есть, один там из них сидит под следствием, значит, в изоляторе, да? Ну, понятное дело, он не пересберется, да? Там другие, там кто-то болеет, кто-то хочет уехать, кому-то не в моготу, уже нужно срочно тратить нажитое непосильным трудом там. Ну, вот, небольшая ротация произойдет. Сущностных изменений в составе Госсобрания не предвидится. У нас Рамир Рахматов тоже был в эфире, он заметил, что ценность депутатского мандата сильно упала. И вот он приводит пример, что в прошлом году, в прошлом летом, помните, сколько депутатов, единороссов просто сложили мандаты. То есть, согласны ли вы, что мандат, ну, если не стал токсичным, то немногие теперь хотят ассоциироваться с властью, государством там или еще как-то вот с чем-то. Я бы здесь более сложно сформулировал. Немногие из тех, кто обоснованно на это может претендовать. То есть, если вы выйдете на улицу с чистыми бланками удостоверений депутатов Госсобрания, я уверяю вас, что прохожие быстро их расхватают. То есть, в обывательской среде это все еще считается некой ценностью. А вот среди людей, которые действительно понимают процессы, среди людей, которые действительно участвуют в хозяйственной деятельности, ведут бизнес там и прочее, прочее, среди них закрадывается сомнение о ценности вообще причастности к власти вот нынешней. Потому что есть довольно-таки серьезное предположение о том, что через непродолжительный период времени всякая причастность к этой власти, участие в ее деятельности, ну, вызовет какие-то вопросы. То есть, многие дальновидные люди предпочитают там, ну, поостеречься, дистанцироваться. Ну, как вы сказали, некоторые даже слагают в себя полномочия и прочее, прочее. Ну, надо понимать, что у каждого еще свои обстоятельства. То есть, там еще нужно понимать, что если остров в Греческом море уже оформлен, имущество, значит, зафиксировано и семья уже там, то, наверное, есть смысл слагать полномочия и тихонько через Монголию туда пробираться, да. Если процессы не завершены, договоренности не исполнены там и чего-то наобещали, а надо что-то делать, ну, наверное, нужен мандат, да, то есть и так далее, и так далее. То есть, тут очень по-разному все. Не будем отходить далеко от Крутая. Два законопроекта, внесенных в Госдуму. Первый о запрете идеологии чайд-фри. Я до сих пор не могу понять, что это такое и как это вообще формализовано. И если это где-то вообще написано, с чем бороться, собственно говоря. Тут же Ахмадинуров говорит, надо бороться с неправильными публикациями в интернете, с передачами в СМИ, в телевидении. То есть, как бы, я ни одной передачи не видел, честно говоря, где бы призывали прямо не рожать там, и это второй законопроект, это касающийся рекламы, услуг по получению военных билетов, причем законным путем, замечу, независимая военно-врачебная комиссия. Как вы относитесь к таким инициативам? Ну, если брать совсем глубоко, как процесс, подобные инициативы, это трата, бесполезная трата наших своих денег. Потому что время, которое депутаты Госсобрания посвятили вот этим созданию, формированию, обсуждению, выдвижению, там, прочих вот этих таких вот подобных законодательных инициатив, это время можно четко оценить в деньгах, да, сколько времени они просто просидели там и проели наших бюджетных денег. С точки зрения содержания этих законов, ну, действительно, опросы показывают, что 87% опрошенных не понимают вообще, о чем идет речь, когда им, ну, вот эту формулировку предъявляют, там, запрет пропаганды child-free. То есть, ни одно из этих слов, кроме слова запрет, многим непонятно. То есть, я тоже не сталкивался, вот, ну, так сказать, впрямую. Но, условно говоря, давайте пофантазируем. Сидит в студии человек, да, и там ведущий, и этот вот приглашенный гость начинает вдруг выкрикивать лозунги «Не рожайте детей, дети – это зло, там, оставайтесь бездетными». Ну, вот, наверное, в этом случае на него начнет действовать этот закон. Потом он призвал людей, значит, оставаться бездетными. Ну, мы сколько таких примеров видели вживую? Ноль, да? Ну, если человек говорит, у меня нет детей, это пропаганда child-free или как? Или он должен добавить, ну, я урод, ничтожество, и не будьте как я. Ну, так ведь, да? Ну, вот, например, ну, у великой русской актрисы Аллы Демидовой у нее нет детей. И ее показывают по телевизору. И вот недавно фильм там вышел документальный про нее. Она великая женщина, у нее там все вот, ну, очень круто, и она достойна почитания и прочее. Вот этот фильм – это пропаганда child-free или как вообще? Я не знаю. Я не знаю. То есть, это какая-то вот, ну, если коротко и персонально вот этот вот закон оценивать, то это просто какая-то чушь. Понимаете? То есть, ну, все равно, чтобы серьезный орган государственной власти, причем делегированный орган государственной власти, парламент принял бы закон, а давайте мы запретим делать самолетики из клетчатой бумаги. Вот просто вот из клетчатой бумаги запрещаем, потому что нам не нравится. Ура, ура, посвятили этому 500 заседаний и стратили на это 4 тонны бумаги в линейку. Значит, и приняли такой закон. Ну, окей. Ну, ладно. То, что касается, значит, второго закона, ну, я не знаю, насколько юридически правомочны вот эти вот независимые врачебные комиссии. Это просто юридические судья. Да, я понимаю, но у нас же республикой сейчас управляют юристы, да ведь? То есть, у нас глава региона юристы, вокруг него сплошные юристы, все они юристы, и мама, и папа у них юрист, и прочее, прочее, да? И вот люди принимают какие-то такие вещи, да? Ну, то есть, по сути, они запрещают юридические консультации, что ли? По какому-то вопросу, да? Так? Ну, не знаю, это сложно вообще. Они так дойдут до того, что они запретят осмотр у гинекологов. Не, я просто привожу, допустим, другие примеры. Если мы запрещаем эту рекламу, на следующем столбе висит реклама об наличке маткапитала. Да, да, вот нет, если речь идет о криминальности, то есть, вы бы шли тогда более-менее последовательно тогда. Сначала докажите криминальность этих услуг, то есть, что они нарушают, например, какие-то нормы закона, то есть, и потом, как бы, ну, вот давайте так глубоко копнем. Адвокат, вот человек, ну, предположим, попадает под уголовное преследование, да, и его судят, и адвокат его защищает. Что он помогает ему сделать? Он ему помогает либо избежать наказания, либо снизить его степень этого наказания, да? Так давайте признаем всех адвокатов преступниками. Они же помогают потенциальным преступникам уйти от ответственности, да? Ну, правда, все это не доказано. Вот это очень тонкий юридический момент. То есть, сначала нужно доказать криминальность вот этих услуг, а потом их запретить. Если вы докажете, что услуга криминальная, ну, как, например, обналичка, да, там, денег, ну, это вообще без проблем, тогда надо это запрещать, это нужно делать. А они сверху пошли. Ну, это говорит об уровне нашего госсобрания, но и есть вот один еще момент. Госсобрание Курлтай последнее время ничего, особенно в Государственную Думу, не предлагало в качестве законопроектов. А вообще есть, ну, некая статистика по регионам, везде есть свои, там, парламенты, да? И вот как-то поотстали наши башкортостане. То есть, есть какой-то план по внесению... Ну, это не совсем план, нет. Их никто не обязывает, но нужно, но нужно, да. То есть, не очень здорово, что вот... А вот почему-то Госсобрание Башкортостана ничего не придумало. И вот, видимо, какие-то светлые головы чесали репу, отслеживали там тренды и тенденции, и вдруг вот у них вот пришло в голову это военкомат и child free. Ну, вот это четко иллюстрирует их, в общем-то, ну, законодательные мышления, то есть, их способность к тому, чтобы... Ну, чем, собственно, парламент Башкирии должен заниматься? Ну, улучшением нашей здесь вот жизни на низовом уровне, да? То есть, принятием административных каких-то региональных законов, которые, ну, там, нам улучшают, да? Например, примите закон, что, например, мэр Мавлиев несет прямую ответственность за, например, ущерб там имуществу при падении снега с крыш. Вот такое можно. То есть, он будет нести ответственность за... Вот если на чью-то машину упадет снег, лично мэр Мавлиев несет за это ответственность. Вот такой бы закон госсобрание приняло, все бы аплодировали стоя, и мы бы решили определенную проблему, да? Но нет же, они же рассматривают сложные философские вопросы, чайлд-фри, там, какие-то альтернативные военные комиссии и прочее, прочее. Вот иллюстрация работоспособности парламента. Ну, в общем, дети нужны для военкоматов. Дети нужны для военкоматов, да? И нечего их оттуда, как говорится, отмазывать. Вот общая концепция такая. Да. Пользователь Ратуркинг нас спрашивает, Андрей, когда снег начнем плавить? Ну, нас отзывают, видимо, к погоде. Да, знаете, тут вообще я сегодня ехал сейчас на машине, тепло было. Я думаю, ну, надо же, какую свинью природа, Господь, да. Всевышний подложили Ратмиру Мавлиеву. Он было собрался подзаработать вот на этом снегоплавильном заводе, а снег стал подлым образом коварно плавить, плавиться под лучами солнца. Ну, кстати говоря, один из комментаторов предложил, а какие проблемы, давайте его обратно замораживать? Ну, то есть, можно же вложиться в заморозку снега, воды, превращая его в снег, чтобы потом Ратмюру Рафиловичу было чего плавить в своем знаменитом снегоплавильном заводе. Ну, в общем, смешно, конечно, смешно насчет снегоплавильного завода, но не было бы так смешно, если бы не было трагичного. Нужная же вещь для города, на самом деле. Да, безусловно. Вовремя нужная. Вовремя. И это не единственный приоритет. У него приоритет, что, заключить контракт на вкручивание новых лампочек? Я вот советовал Следственному комитету, не дожидаясь судьбы Клирлайт, сразу же начать расследование вот этого энергосберегающего контракта, который заключает сейчас. Энергосеверстный. Энергосеверстного контракта, да. Прямо сейчас нужно следствие начинать, пожалуй, чтобы не опоздать потом к раздаче этих денежных средств. Второй приоритет Ратмира Рафиловича – это снегоплавильный завод и катание на лыжах. Вот сейчас на данный момент. Не знаю, там электро лыжи у него или просто лыжи, но вот как бы он последний раз явился в публике, значит, счастливый, катается на лыжи, говорит, что вы, говорит, паритесь вообще всем городом с этим снегом. Снег – это чудо, прелесть и красота, по нему можно кататься на лыжах. А вы все придурки и скандалисты. Вот примерно так это звучало. Ну, правда, вот действительно, сначала я даже как-то думал, что вдруг чудо случится, да, вдруг вот, ну вот, вот ему там сколько-то там лет было, не знаю, ну вроде он совершеннолетний, да, то есть как бы и, ну, думаю, вдруг чудо. Вот юный, но талантище. А тут его узкая зима. Ну нет, ну нет, ну вот, ну ни чудо и ни талантище. Снега почти нет, но они вот даже не подумали убирать вообще. А как вы вот оцените хотя бы центр РУФИ сейчас убирают, убирают, не убирают? Нет, центр вылизывают, выдирают, вычищают, ну как, вот три-четыре улицы. Ну вот если брать в целом и площадь, и размеры УФИ, ну это просто ни о чем. Ну как, ну то, что гордиться тем, что мы вычищаем две или три улицы ежедневно, ну блин, камон. Ну да, действительно. Ну да, они остервенело чистят улицу Ленина, просто вот до скрипа щеток вообще, это так. Ну там действительно проживает Ратмил Рафилович, и по ней периодически проезжает Радий Фаридович. Да, они очень неплохо чистят тут трассу УФА-аэропорт, по которой каждый день ездит глава республики. Ну все, ну нет, даже об этом говорить смешно вообще. Ну а пригороды между тем, как бы, мы знаем из новостей, особенно из покровских новостей, что как бы в пригородах люди застревают, даже не могут выбраться из пригородных поселков. Не только в пригородах, уже вот, я говорю, есть, мне недавно буквально на днях написали, в школе не состоялись уроки, потому что учитель не смог приехать на работу. У него машина застряла, он не смог ее там бросить, она застряла поперек двора, и он там, значит, толкал ее творчески полдня. То есть, в любой двор зайдите, не надо уже про пригороды говорить. Сначала, если началось с того, что там какие-то поселки спутники, какие-то проблемы, там еще Нагаево там вот это все утопает. Сейчас в любой, на проспекте, в любой боковой двор вы углубляетесь на 20-50 метров, все. И вы, если вы не на суровом внедорожнике с турбодизелем и 21-м диаметром колес, вы оттуда не выберетесь никогда до весны. У нас тут пользователь по имени Равиль спрашивает, не понимаю, зачем приглашать вещать на канал и на агента, или кто-то проплачивает. Что-то я вот не могу понять. Это кто из нас с вами, и на агента? Я тоже не знаю. Вы или... А, Никита. Ну, не знаю, но ответьте ему, как в том анекдоте, ку-ку-ку. Стившоу нас спрашивает уже, как бы, такой более обширный вопрос, каким бы вы хотели бы видеть Россию настоящей федерацией, конфедерацией, или, как сейчас, со сменой верхушки, распуск, пропуск, переброска. Ой, ну, это такой длинный, огромный вопрос. Какой бы я хотел видеть страну, ну, это абстрактный вопрос. Я бы хотел ее видеть счастливой, богатой, здоровой, развивающейся, оптимистичной и так далее, и так далее, чтобы у всех было много детей и так далее. Вот. Это какой бы я хотел видеть. А каков путь вот к этому всему, да, тут вариантов действительно очень много. Многие сейчас говорят о парламентской республике, некоторые говорят всего лишь о смене режима, о смене руководства и так далее. И тот, и другой сценарий, ну, вызывают и вопросы, и есть и плюсы, и минусы, и так далее, да. То есть, я уверен в одном, что точно необходимо России, и это безусловная сменяемость власти. То есть, то, что сейчас мы наблюдаем вот вокруг нас, в целом вообще в стране, это однозначно итог того, что Владимир Путин был у власти слишком долго. То есть, вот если в конечном итоге все сводится к этой причине. То есть, там много есть, конечно, ответвлений и боковых, и событий, и прочее, и курс доллара, и котировки нефти, и прочее, и прочее, и прочее, но в конечном итоге все сводится к этому. Слишком долго. Вот мне очень запомнилась мысль дочери Хрущева, которая недавно давала интервью и сказала, что существует критический срок пребывания у власти в России. И этот срок примерно 5-6 лет, не больше. После этого человек не в состоянии управлять страной, он не в состоянии управлять собственной психикой, он теряет связь с реальностью, и дальше последствия наступают. А мы наблюдаем уже почти 23 года одного и того же власти человека, и это причина вот того, что сейчас происходит. Завершая ответ на этот вопрос, скажу, что самое главное, какой бы ни была Россия будущего парламентской республикой, президентской республикой, сохранится ли форма правления нынешняя конструкция, но сменяемость власти должна быть безусловной. И тем более на региональном уровне. Ну, это в том числе на региональном уровне, да. То есть, я имею в виду верховную власть, ну и, конечно же, в регионах то же самое. То есть, должен быть вот этот предел по сроку. Безусловный, без вариантов, без продления, без каких-то лазеек, да. То есть, вот в Соединенных Штатах два срока и все. То есть, не может президент остаться на третий срок. Ни при каких обстоятельствах. То есть, вот это очень простой и понятный закон. То есть, и с ним никто не спорит, его никто не обсуждает, никто не ищет вариантов решения, да, и прочее, прочее. То есть, вот примерно то же самое должно быть у нас. Ну, давайте к местной повестке. На ремонт ветканалов и домоходов для восстановления газоснабжения 68 отключенных домах будет направлено на 30 миллионов рублей. Об этом сообщает у нас коммерсант со ссылкой на премьер-министра Андрея Назарова. Речь идет о проблемных домах, в которых газовики отключили газ, это дома с колонками, где ветхие вентканалы и домоходы. Снова мы видим пример ручного решения проблемы, да? Да, это абсолютно ручное решение, в том смысле, что долго и мучительно искали источник финансирования, абсолютно не искали виноватых в том, что это случилось, как это все произошло и каким образом сформировалась эта проблема. Потому что, напомню, вот эта часть домового хозяйства находится в сфере обслуживания управляющей компании, и она должна своевременно осуществлять эти процессы. Судя по всему, управляющая компания не осуществила должным образом в свои обязательства, и по большому счету она должна решать эту проблему. Она должна искать деньги и прочее, прочее. Решение было принято взять деньги из другого кармана. То есть, в данном случае речь идет о фонде капитального ремонта, насколько я понимаю, да? Ну, это не уточняется. Ну да, вроде бы как из средств, выделяемых на капитальный ремонт зданий и сооружений. Ну да. С одной стороны, есть срочность проблемы, да? То есть, люди уже третий месяц сидят без газа и без воды. Это вообще катастрофа, это ЧАЭС вообще. Тут Мавлеев должен на метле летать вокруг этого квартала, а не на лыжах кататься. Но он не соизволил ничего такого делать. Там МинжКХ должно там вообще жить в этом квартале, и это госпожа Голованова должна не вылазить оттуда, решая эту проблему. Нет, этого всего мы не наблюдаем, вот сейчас вот как-то с ленцой решили, ну, давайте отсюда возьмем. То есть, нашли юридическую возможность как-то вот эти 30 миллионов, значит, потратить из этого фонда. Ну, окей, задача вроде как будет решена к маю, как обещают. Но надо смотреть дальше и глубже. Системность этой проблемы, это что, последние ветхие пятиэтажки в республике? Да, нам говорят, что в эфир около 300 домов. Да, то есть, сейчас называется цифра, что 60 с чем-то домов, из них 50 уже сейчас на данный момент отключены в Уфе, 60 с чем-то будут вот подвергнуты этому ремонту. Видимо, они по ходу дела еще выявили несколько домов, в которых вот-вот-вот такое же произойдет. Но их действительно по Уфе несколько сотен. И что? То есть, здесь же ведь ситуация какая? Отключили от газа эти дома не потому, что там злодеи и прочее, прочее, а потому, что были обоснованные опасения, что начнутся взрывы. Ну, то есть, а это совсем уже будет горе-беда, да? То есть, взрыв в такой пятиэтажке, это, как правило, гарантированное разрушение подъезда, потому что дома очень ветхие, то есть, с огромным количеством жертв. Значит, тут пошли путем наименьшего зла, то есть, ну, отключили газ, потому что он может взорваться. Ну, просто газовики перестраховались. Ну, да, нет, они не перестраховались. Именно здесь я как раз встану на сторону вот этих газовых служб. Они не перестраховались, они видят реальную угрозу вот таких событий. То есть, одно дело сейчас ругаться и спорить на улице, что у нас нет горячей воды, и другое дело там гробы выносить десятками оттуда, да? То есть, немножко разные последствия, немножко разная ответственность. И потому я возвращаюсь к системе принятия решений, а дальше что? С этими со ста, двумя стами, тремя стами домами, примерно в том же состоянии находящемся. Тут нужно принимать меры в отношении управляющих компаний, нужно проводить, нас любят обучающие семинары, да? То есть, ну, я бы этот обучающий семинар проводил сразу в здании прокуратуры. То есть, для управляющих компаний, что они сейчас должны заниматься вот этими вентиляционными каналами. И последний вопрос. А с той управляющей компанией, которая допустила это все, и с ней ничего не будет? С ее руководством ничего не будет? За 30 миллионов никто не ответит? Нет, масса вопросов. Сыграла ли в этой истории роль общественника Альберта Архматулина, который даже, ну, помните, была перформанса устроена, у здания мэрии, бунт каких-то грязных кастрюк, он же в итоге-то пострадал, у него административка. Ну, да, я помню эту историю. Нет, Альберт Архматуллин здесь попытался поучаствовать уже на излете этой истории. То есть, он, ну, для меня крайне неинтересный персонаж, я с ним совершенно все понятно. То есть, кто он и что он, чем занимается и с какой целью. Я, как бы, погружен был в этот вопрос более глубоко, чем он. Я знаю там и тех, кто работает с той стороны, в смысле МинжКХ, с этой проблемой и с жителями мы очень плотно общались. Он почти ни при чем. Он в последний момент попытался там запрыгнуть, попиариться и повеселиться, но попиарился, повеселился. Роль его здесь никакая абсолютно. Просто это уже не первая административка. Да, он же участвует в чем угодно. То есть, не догоним так согреемся. То есть, и БАШРТС, и ГАЗ, и вода, и биатлон, и все что угодно. Я говорю, для меня этот персонаж предельно понятен. Ну что ж, спасибо большое, что пришли. Было очень интересно сегодня поговорить с вами.